В текущем году 10 неправительственных организаций в рамках конкурса JAS Project предоставят 280 малых грантов, каждый в размере до 1 миллиона тенге, в трех городах и 17 областях Казахстана. Об этом на площадке службы центральных коммуникаций рассказали представители Центра поддержки гражданских инициатив. Смотрим далее. В рамках JAS Project будут созданы благоприятные условия для развития предпринимательства среди молодежи категории НИИД. Согласно статистическим данным, доля НИИД в общей численности молодежи в возрасте от 15 до 34 лет по итогам третьего квартала 2023 года составила 7,1%. В 2022 году этот показатель составил 6,7%. Этот рост зафиксирован в связи с увеличением общей численности молодежи в полтора раза. Есть понятие «временно неустроенная молодежь» или «молодежь категории НИИД», что позволило, начиная с 2023 года, начать системную и адресную работу по их трудоустройству, предоставлению образования, повышению их квалификации. С 2022 года с целью реинтеграции молодежи в деятелях локального сообщества реализуется грантовый проект JAS Project. В текущем году действие правительственных организаций в рамках конкурса JAS Project предоставят 280 малых грантов, каждый в размере до 1 миллиона тенге, в трех городах и 17 областях Казахстана. Сам конкурс пройдет в несколько этапов. С 19 по 24 марта будет проводиться широкая информационная кампания для разъяснения условий конкурса потенциальным участникам. Мы приняли рекомендации и усовершенствовали процедуры прошлого года и приняли решение совместно с министерством продлить сроки информационной работы. Соответственно, будут продлены сроки приема заявок. 25 марта будет объявлен старт конкурса. Прием заявок продлится с 25 марта по 24 апреля включительно. То есть у всех желающих будет один месяц после информационной разъяснительной работы для того, чтобы подать заявки на участие в конкурсе. Отбор заявок будет проходить с 25 апреля по 14 мая в два этапа. На первом будет проверяться полнота и соответствие предоставленных документов. На второй будет проводиться отбор заявок конкурсной комиссии. Партнерами выступают 10 неправительственных организаций, которые разделили между собой регионы и будут работать точно. Принимать заявки, формировать конкурсную комиссию, проводить разъяснительную работу. Заключительный этап 15 мая – подведение итогового конкурса и публикация результатов отбора. Победителями будут признаны 280 заявителей в граждане Казахстана в возрасте от 18 до 34 лет включительно. Очень важно, заявитель должен иметь постоянную или временную регистрацию на территории региона, иметь статус временно неустроенной молодежи, а также на момент подачи заявки каждый заявитель может подать только один социальный проект. И, к сожалению, к конкурсу не допускаются молодые люди, которые уже получили малые гранты в рамках проекта «Жаз Прожиг» в 2023 году. В первую очередь будут рассматриваться проекты решения проблем местного сообщества. Срок реализации не более 4 месяцев. Все проекты будут оцениться по 5-бальной шкале. Социальная значимость проекта, достижимость результатов, наличие конкретно реалистичных результатов проекта, охват целевой аудитории, устойчивость проекта, четкость и рациональность плана исполнения проекта, логичность и последовательность плана мероприятий, разумность и обоснованность бюджета. Для участия в конкурсе заявитель должен зарегистрироваться на сайте НПО. После регистрации необходимо будет заполнить форму проектной заявки и приложить необходимые документы. Мурат Милмажит и это Сахбарат.